Иголка втыкается примерно в одних и тех же пятнах. Вот здесь видно сейчас, создались вот такие наискосок какие-то полосочки. Хотя я этого не планировала. Каким образом иногда создаются тоже пятна? При идеальном штрихе, вот у нас машинка совершает возвратно-поступательное движение, то есть туда-назад. Если я буду махать рукой с одной скоростью, в машинке-то скорость тоже не меняется. Иголка втыкается примерно в одних и тех же пятнах. Вот здесь видно сейчас, создались вот такие наискосок какие-то полосочки. Хотя я этого не планировала. Иногда они получаются вот такие вертикальные, вот тоже, кстати, можно проследить. То есть иголка и рука с одинаковым движением двигаются, и точки кладутся в одном и том же месте. Чтобы избежать вот этих вот полосок, вы можете тут же проходить вторым проходом, меняя направление просто штриха, чтобы все эти точки перемешались, и у вас получился равномерный прокрас. То есть это тоже ошибка, но не прям постоянная, но она иногда случается, и мастер не может понять, почему он все делал правильно, а у него, когда он стер, остались пятна. То есть вот, может быть, вам это поможет, просто надо менять направление штриха. Теоретически можно поменять скорость руки, но, допустим, я привыкла, и у меня очень одинаковые движения постоянно. Поэтому вам поможет изменить направление и положить как бы решетку. Получается, у вас штрихи лежат вот так, и вот так наискосок. Вот такой маленький лайфхак. Может быть, кому-то поможет. Все. Всем спасибо за просмотр.